Здравствуйте, мои хорошие! С вами Алексей Крэзи Лайф, и мы продолжаем на игровом канале проходить славную игру в Викинге. Как и планировал, я в прошлом эпизоде немножко походил на арену, но немножко, это скажем так в кавычках, действительно на арену походил я достаточно много. Нафармал ресурсов, и что удивительно, оказывается, нужно тут еще какую-то наковальню Йотуна для того, чтобы улучшить кузнеца. Но ничего страшного, так или иначе, у нас есть ресурсы, у нас есть кровище, которое мы можем потратить. Кстати, хочу заметить, что улучшить алтарь больше нельзя. Я на самом деле этому рад, что получается, сейчас нам нужно только сконцентрироваться на крови и на навыках. Ну, давайте попробуем пожертвовать в... в... во что вы только пожертвовать. Давайте попробуем скорость атаки. Так, а сколько нужно крови для следующего уровня? Ну, как минимум, нужно зайти в персонажа и посмотреть. В принципе, не так уж и много, в принципе, 10 тысяч остается для того, чтобы заработать следующий уровень, и давайте что-нибудь прокачаем. У меня есть 7 очков для распределения. Сейчас быстро пробежимся и посмотрим, куда их можно вложить. Вот это можно прокачать. Теперь наш герой становится все более живучей. Вот это можно прокачать. Хотя, с другой стороны, я пинок-то вообще, в принципе, и не планировал прокачивать. Вот это... Очков у нас достаточно много, так что можно позволить себе прокачать даже то, что я, в принципе, и не планировал. А здесь что-то сильно высокий уровень нужен. Хотя можем прокачать вот это. Что это такое? Попадание этой стрелы вызывает электрический разряд. Ммм, прикольно. Это новая способность, которую мы сегодня с вами и опробуем. Больше ничего я не вижу, что можно было бы прокачать. Ну-ка. Ага. Ладно, так или иначе, у нас остается еще 3 очка. На самом деле, особо над очками заморачиваться не стоит, потому что они хорошо набиваются на арене. Единственный минус, пожалуй, так это то, что на арене можно набить максимум 5 очков. У нас стала доступна еще, кстати, новая арена. Я даже на нее ходил. Но об этом чуть позже. Вообще, в принципе, мы туда сходим, но хочется прокачать уровень повыше, потому что... Ну, да, я был там. Да, полностью ее закрыл, но там очень тяжело местами, поэтому лучше, скажем так, идти туда подготовленным. Потому что монстры там достигают вплоть до 16 уровня. Поехали на локацию. Освобождение Глана Флотнар. Хоховн, скалистая бухта на южном побережье Туле. Флотнар давно застрял между двух миров, землями викингов и захватчиков с юга. Теперь с моря накатывает шторм, а с ним невидимый в студеных водах к берегу плывет волк. Ужас, какие названия. Проникните в Хавкон. Ужас, какие названия. Кстати, ребят, нам доступен новый навык. Сейчас мы его испробуем. И знаете, я только что вспомнил, что забыл сделать еще одну вещь в деревне, но, получается, сделаем это чуть позже. Можно было улучшить кузнеца, который кует броня. Какой-то новый тип монстров. Кстати, хочу отметить, 13 уровень. Так что, ребят, нужно не забыть обязательно улучшить кузнеца, который делает брони. Ну, и сковать что-нибудь достойное. Потому что, в основном, я улучшал, конечно, кузнеца, который делает луки. Лук у нас хороший, но броня оставляет желать лучшего. Прикольно. Сейчас как можно чаще ее поюзаем. Посмотрим вообще, что это за навык такой. Достаточно долгий у нее откат. Должен признаться. Прикольный парень. Еще и закрывается. Да, чувствую, я помучаюсь. Потому что, обычно, я мучился с теми, у кого есть щит, которые тоже закрываются. И этот парнишка не исключение. Давай, открывайся. Жесть. Ха-ха. Чувак. Я так до пенсии тебя буду расстреливать. У нас какое-то с вами тут побережье. Ночь. В принципе, видно все достаточно хорошо. Не сказал бы прям, что непроглядная тьма. Но единственное напрягает вот эти парни, которые закрываются. Мы пойдем до Клабика, потанцуем Крабика, да, ребят? А точнее, мы в данный момент занимаемся тем, что не танцуем Крабика, а их уничтожаем. Вот, кстати, мне интересно, эта электрострела, она на одиночную цель или как ядовито проходит сквозь все цели? У меня, знаете, возникает такое ощущение, что часть этих Крабиков больших я буду пропускать, потому что достаточно иногда они долго закрываются. не хотят с нами общаться. Ну, не хотят, так не хотят, как бы. Ничего страшного. Так или иначе, все равно я с них ничего толком не получаю. Ну да, есть какой-то лут, но такой достаточно прохладный. За комбоубийство это не считается, так что, скажем так, если будет возможность сильно долго заморачиваться, я с ними не буду. Просто пробегу дальше, да и все. Мы все ближе подходим к контрольной точке. Ага, спасибо. Ну-ка, давай на тебя проверим. Прикольная штука. Хороший урон, в принципе. Мне, если честно, этот навык хочется проверить на боссах, потому что вроде как эта стрела оглушает еще, и посмотреть вообще, какова эффективность оглушения этой стрелы. Просто по обычным монстрам мы их ваншотаем. Ничего интересного. А вот с боссами, я думаю, будет самое оно ее использовать. Ой, краб, короче, отстань. Бегай за мной, бегай рядом со мной. Это такой своеобразный у меня будет пэтик, который постоянно за мной ходит и хочет нарвать мне жопку. Не, действительно, что тратить время ждать, когда он там откроется? Можно так с собой его вводить, периодически в него постреливать. Я тебе дам лучник. Хотел меня стрельнуть. Так, что-то какие-то сложные тут проходы-переходы. Это получается, мы с вами зашли по левому краю, сейчас идем к центру. Надо, кстати, проверить, здесь еще проход направо должен быть. Ну, конечно. Меня всегда удивляло в этих играх, так это то, что, как интересно, монстры уживаются с людьми, которые здесь находятся. Как бы друг друга не трогают, живут рядом. Возможно, у них какая-то есть договаренность. Типа, люди говорят, мы вас кушать не будем, только и вы нас не трогайте. Они такие, хорошо, окай, договорились. Да, что-то в этом есть. Это, по всей видимости, какая-то катапульта, которую нужно использовать, чтобы сломать ворота. Выстрел. Ну-ка, ну-ка. В общем, ее нужно развернуть. А, то есть, получается, вот этот лучик, это как раз таки есть указатель. Ну, примерно так. Лихо так мы с одного залпа ворота открыли. Все, что ли? Ха-ха. Ты какая-то китайская была. Одноразовая штука. Стоило только лишь один раз стрельнуть, хотя, ладно, было два раза. Ха-ха. Вот, так она сломалась. Но это не дело. Давайте, ребята, кучнее. Нихрена себе выживучие, ребята. То есть, получается, особо комбо-убийствами тут и не поубиваешь, потому что противники достаточно высокого уровня. И сваншотнуть их не получится. А, кстати, чувствуется, то, что я прокачал скорость атаки, у нас есть еще куча рун, которые можно вставить. Но особо как-то я их не использую. Но вообще, в принципе, будем в городе, можно заморочиться, вставить их. Хуже они точно не сделают, а сделают только лучше. Так, давайте вот так сделаем. Во! Все, ребят, мы с вами открыли левый край, открыли правый край, воспользовались катапультой и теперь можем спокойно идти к центральному входу. Нас, конечно, не ждали, нас встречать будут очень плохо, но мы особо и не рассчитывали на любезности со стороны противника, я думаю, да? Ну-ка, давайте постучимся к ним. Скажем, ну-ка, кто-кто в теремочке живет, открывай давай. Там, кстати, каких-то троллей показывали в ролике сверху. Так что я не думаю, что что-то расприветливое ждет там. Так, я не понял. Хера себе. Фишка в том, что катапульта-то сломалась. А, тут есть еще вторая катапульта. Да вон она, Чумикадыч. А я что-то пробегал, как-то даже ее не заметил. Не знаю. Сейчас заюзаем вторую катапульту и проход откроется. Что-то они перемудрились с этими катапультами. Это хорошо то, что здесь скрип построен так, что катапульта ломается только при попадании. Потому что я первый раз то промахнулся, а так бы, прикиньте, она сломалась и все. Я бы уже не прошел. А вот эта катапульта прикольная, кстати, она не сломалась. А та сломалась. Ну, конечно, так задумано, потому что нужно выстрелить два раза. Та сломалась и, соответственно, нам пришлось идти сюда. Что-то вас много, ребята. ух, ни хрена. Хо-хоу. Вот это мне напихали. И что, вся карта закрылась? Все заново, что ли? Да ладно. Вот это, да. Ладно, буду иметь в виду. Печально, на самом деле, печально, что прогресс не сохраняется. Вообще, в принципе, могли ты мне карту открытой оставить. И, в принципе, прогресс засчитать. Ну, просто как в Диабле, знаете, пробежал туда-обратно и все. Увлекся я этими навыками, на самом деле. Надо было как можно срочнее юзать хилку, но не успел. Ладно, давайте сейчас быстро пробежимся. Так или иначе, теперь мы четко знаем, что нам нужно сделать. Ну, вообще, на самом деле, немножко неприятно, потому что карта закрывается, нас как бы тупо сохранили там в том месте. Да, 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 да. Этот крабик как раз идет нам навстречу, но он сюда не поднимается, это хорошо. Сейчас мы катапульту используем. А, вон оно что, я и думаю, что оно сломалось, то есть они, получается, в ответ стреляют. Вот оно. Как, Михалыч, это было дело. А я и что-то и думал, что они там ковыряются, а они, оказывается, от веточкой стреляют. Ты что такой ярый, дикий? Так, а давайте сходим вот сюда еще. Нас же загрузили, мы здесь как бы и не были. разочарован, конечно, очень разочарован. То, что прогресс нам не засчитали. Да проходи ты щит. Хераси тебя бомбануло. Ха-ха-ха. Ну да, у нас есть шанс на заморозку при выстреле. Прикольная тема. Но срабатывает очень редко. В общем, так или иначе, это надо прокачивать, потому что там, получается, с каждым уровнем прокачивается шанс того, что прокнет эта заморозка. Это очень классная тема. Особенно, когда будет прокачено. Давайте, ребят, сперва сюда сходим. Катапульта у нас находится сверху. Расслабился. Действительно, я расслабился. Обязательно, сейчас буду держать палец на хилочке, чтобы, если что, не возникало подобных ситуаций. Когда нас кто-то тупо размотал. При том, что меня же как бы не ваншотнули. А именно, размотали медленно, но верно. Так, ну что ж, остается лишь один раз выстрелить, и проход откроется. Сезам, сезам, откройся. Огонь! Ну что, давайте спустимся вот сюда. Тут мы еще с вами лут небольшой пропустили. Сейчас надо быть настороже, потому что они опять начнут появляться и делать нам попа боль. Какие противные крабы-то, а вылазят главное, сразу атакуют. хотя, чего я ждал? Я все равно как-то наивно пытаюсь верить в то, что они хорошие, в то, что они исправятся, одумаются. Но это все лишь мои только заблуждения. Все, на изи размотали, просто не надо было оттуда лезть в самый толпяк, в самый замес, так скажем. Открывай ворота! Тут еще проблема в том, что у этих тварей тупо еще высший уровень, чем у меня. Но это, знаете, все компенсируется на арене, то есть можно нафармить кровь комбоубийствами, а потом уже идти сюда на карту. Хера себе ты кастуешь. Ай, короче, отвали. А, все, открылся уже. Уже не открылся. Ха-ха-ха! Как же меня достают, если честно, вот эти парни со щитом. Они могут очень долго время стоять с закрытыми, и приходится их очень долго расстреливать и ждать. Когда же он там откроется, думать, гадать? С лучниками все намного проще. У них не так уж много ХП, закрыться они не могут. В общем, ждет их только лишь боли и унижения с нашей стороны. Так, а здесь у нас никакого прохода, перехода, сундучка, ничего интересного. Хорошо. Мы с вами вошли в какую-то деревню, здесь локация такая достаточно интересная, с кучей переходов. с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо, в том плане, что не знаешь откуда ждать подвоха. Ну, давай, давай, давай. Так, остановил щит, сейчас он какое-то время неуязвим будет. Но ничего страшного, мы сейчас пока побегаем, поищем какие-нибудь ресурсы. А живучий парень-то, кстати. Черт. Хе-хей. Зря только на тебя потратил электричество. О, кровь можно пожертвовать. Давайте в урон. Так, значит, у нас тринадцатый уровень, собственно, как у противников, давайте посмотрим, что можно прокачать. Четырнадцатый, семнадцатый, пятнадцатый. Вот, кстати. Теперь у нас отравляющая стрела максимального уровня. Здорово. Чего-то больше-то ничего и нету. А, смотрите. В полете стрелы тяжелее отбрасывают врагов назад. Но я бы не сказал, что это прям архиважное и полезное открытие, но прикольно. Пусть будет. Мне, знаете, чем-то это напомнило ту же Дьяволу вторую, где мы должны были освобождать варваров. В общем, кого-то мы освободили, сказали, иди в деревню, там безопасно. Ну, нормально, в принципе. Чем больше союзников у нас будет, тем больше будет жопко страдать у врагов. хе-хе. Тем более, что я думаю, они особо не благодарны этим упырям, которые их заперли в клетке. Фишка в том, что вот это отталкивание, которое мы с вами прокачали, оно имеет какой-то шанс и достаточно небольшой шанс. Так что особо на него рассчитывать не приходится. Да ты достал закрываться-то, а? То маги, то вот эти ребята со щитом. Короче, ну его в топку. Сейчас он просто будет бегать за нами и все. Рано-то или поздно все равно откроется, куда он денется. Эй, парень, ты куда убежал-то? Точнее, это я убежал, но что-то он за мной даже не погнался. Видать, понял, что со мной сражаться это бесполезное дело. Кого ты мне тут кричишь? Балалайка, ёпта. До свидания. Он бы такой же храбрый был, когда в него я стреляю. А то, главное, как только стоит мне отойти, он такой, ну что ты там, где герой, я тебя размотаю на аизе. Стоит к нему подойти, он прячется в щите. Ой, ой, не стреляй в меня. Он какой, а? Блин, опять я пророжал случайно. Хотел заюзать карту, но привык я к тому, что карта стоит на табуляции. Разработчики опять ходки не починили. я, уже, я уже, наверное, внукам буду потом рассказывать о том, что там разработчики спустя, наверное, 60 лет так и не починят ходкея. Я не понимаю, в чём проблема сделать так, чтобы ходкеи не сбрасывались. Что ж это за проблема такая? Конечно, я уже привык к тем ходкеям, которые есть, но всё равно хочется сделать так, как я привык играть в других РПГ и не только. Уходим. фишка в том, что он сам по себе живучий, ещё отхиливается, ещё кастучит, это жесть какая-то. До свидания. Ха! Всё на него прожал, всё, что было почти. И четвёртый скилл, и не четвёртый, все скиллы какие только можно. Прикольно. Ха! То есть, получается, пинком можно ещё и отталкивать. Особо таких, которые пытаются нам порвать жопку. в ближнем бою. Да открывайся, парень, ну ты чё? До свидания. У меня, знаете, возникает такое ощущение, что вот эти союзники, которых мы освобождаем, это не просто так. Возможно, в будущем они даже нам помогут в уничтожении противника. Ну, типа, в момент сражения с боссом появятся и скажут, типа, ты нас освободил, теперь мы поможем тебе. И закрылся, блин. Чувак, ну ты же пришёл сюда сражаться, ну кого хера ты закрываешься-то? Притом, фишка в том, что, ладно бы стоял там частично, закрывался, а то закрылся и стоит, как тополь на плющихе. Ну, даёт парень. Зато кричит, летит в бой, типа, да я там всех, вай-вай-вай, размотаю. И стоит с щитом, закрылся и смотрит на меня. Чё за дичь. Этих противников вообще не понять. Логика у них отсутствует напрочь. Опять со щитом, да? Хера себе, вот это в меня шмальнули. Там по всей видео... Ага, катапульта есть. Эээ, ты не разворачивай эту херь. Хера себе. А дай пострелять. Эээ, хе-хе, дай пострелять. Дай прокатиться, велик материться, да? По всей видимости, ребят, нам сюда, потому что здесь контрольная точка. Давайте сходим вниз, там я ещё маленький закуточек не открыл. и потом уже можно смело двигаться наверх. Кража жизни. Ну, я бы не сказал, что прям архиполезная вещь, но всё равно пусть будет. не зря вернулся. Освободил очередную партию каких-то чувачков, которых враги заточили в плен. Так, ну что ж, ребят, у нас остаётся только один проход, контрольная точка. Но, с другой стороны, я, если честно, сильно разочаровался в этих контрольных точках, с учётом того, что нас сохраняют, а потом тупо загружают, и давай по новой бегай. Всё, что ты и так уже оббегал. Надо, как в дьявле, просто встал, то, что ты сделал, ты сделал. На хера мне всё заново? Опять этот парень со щитом. Ещё один парень со щитом. Там ещё и маг есть. Короче, здесь, получается, каждая тварь по паре. И маги, и стрелки. И лучники. Кого здесь только нету. Давай, до свидания. Чё-то магия, на самом деле, стали вызывать всё больше и больше опасность, потому что они кастуют на себя и щит, и эхопориген, и ещё что-то. И зачастую, получается, приходится прожимать все навыки, ну, почти все, да, для того, чтобы их убить. Ну-ка, ребята, давайте все сюда. Я, на самом деле, на комбоубийство-то вообще и не рассчитываю, с учетом того, что у них достаточно много хп, так что придётся комбоубийство потом восполнять, собственно, на арене. Хотел кастануть на себя щит, но я вовремя вмешался и сказал, нет, чувак, не нужен тебе щит. Не, а правильно, а чё он кастует щит на себя, потом ещё кастует всякие хп-регены? Приходится тратить кучу времени для того, чтобы его размотать. Это не дело. Хера себе она шмаляет. Достаточно хороший урон, и тут дело даже не в уроне, а в том, что в тебя летит такая громадная стрела, которая тебя ещё и отбрасывает. Достаточно забавно выглядит. Давайте, неудачники, спускайтесь. Ну, и чего? До свидос. Давайте, ребят, наверное, направо сперва сходим, потому что, хотя тут сложно определить, куда лучше в первую очередь сходить. Ну-ка, ну-ка, ты в меня стрелял. И чего ты? Как же здесь много охраны. И лучники тебе, и мечники, и маги. Я уже об этом говорил, конечно, но хочется лишний раз подчеркнуть. Так, значит, контрольная точка. Ну, надо в любом случае вернуться немножко назад, потому что там мы не всё с вами открыли. И немножко странно, зачем мне две контрольных точки слева и справа? Что за дичь? Почему их две в одном месте? А сейчас мы это узнаем. Смотрите, вот здесь тоже контрольная точка. Нахрена их мне две в одном месте? Или разработчики типа рассчитывали, по какой стороне пойдёшь, там тебя и сохраним. спасибо, конечно, но зачастую либо контрольных точек вовсе нет, либо тебе на две в одном месте. Такой вот парадокс. Либо всё, либо ничего. да вы чё гоните-то? Я то сверху вниз спускаю, чтобы лот подобрать, то снизу вверх. Туда-сюда бегаю. Загоняли просто. Просто загоняли. Вот я парень какой-то живучий. Так, ты в меня стрелял. Давай, до свидания. Давай, до свидания. Тут лучше, наверное, с помощью способности всё прострелить. Во. Это чё, мы с вами лифт вызвали? Здорово. Спасибо. Хороший такой тайничок. Мы ещё такого с вами не видели. Так, чё-то впереди какая-то движуха. А, ребят, впереди босс, по всей видимости. Знаете, побегав по этой локации, чё-то я очкую идти до босса, потому что было достаточно жёстко. Чё-то я думаю, босс-то нам даст прикурить. Ну, так или иначе, раз выбрать, а нет особо. Так что придётся, придётся сражаться, несмотря ни на что. Босс, я иду к тебе. А точнее, я иду за тобой. Босс, я иду сейчас мы ему, ребят, жопу-то быстро надерём. Чё вы там в меня стрелять хотите, да? Сейчас я вас быстрее размотаю. Нет, смотрите-ка, успели стрельнуть. Прикольно то, что после катапульты, а точнее, после уничтожения остаётся очень много вкусненького лута. Так, стопы, ребят, это ещё проход какой-то, да? А по центру мы бы не прошли. Нужно вернуться, посмотреть. Здесь двери, да? Да. Ладно, хорошо. Будем окольными путями обходить и попадём в самый замес, потому что там, по всей видимости, босс. неудачник. Неудачник. Ядовитая стрела-то пробивает. И очень хорошо пробивает. Конечно, урон у неё оставляет желать лучшего местами, но хорошо то, что никакой щит не спасает этих противников от ядовитой стрелы. Так, а это что у нас? Давайте сперва здесь всё полутаем и заюзаем эту херобору. Чё это такое? А-а-а-а. Как всё сложно. Но это специально сделано, чтобы мы прошли здесь такой большой путь, сразились со всеми этими упырями и только потом пошли на босса. Но, как я уже говорил, я немножко опасаюсь босса с учётом того, какие монстры сильные были на этой локации. Контрольная точка и алтарь. Ну что, ребята, босса убьём уже в следующем эпизоде. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт, всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Редактор субтитров